Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами Алексей. Мы продолжаем заниматься ремонтом автомобилей. И у меня опять-таки весь гараж полностью заставлен. Давайте обо всем по порядку. Решил я не дожидаться 35 уровня. Вот почему? Потому что открылись у нас два новых помещения. Покрасочный цех и вот такой вот испытательный стенд. Вот, пока мне не ясно его предназначение, но тут написано, что для испытания двигателей вроде как. Короче говоря, будем разбираться. Вот и сегодня мы займемся ремонтом кузовных деталей. Точнее, заменой их, ремонт мы еще не можем делать. Вот и покраской, собственно говоря, самих кузовов, самих автомобилей. Мне правильно в комментариях подсказали, что ремонт кузовов у меня уже открыт. Вот, когда мы улучшили наш гараж, у нас появился сварочный аппарат. У нас появилось зарядное устройство для аккумуляторов. И у нас появилось необходимое оборудование для чистки, собственно говоря, салона. Вот, а вот этот вот пункт, который дает бонус на 35 уровне, в частности, ремонтировать кузовные детали, это уже детали по отдельности. То есть, капот, двери, крылья, ну и так далее. А сам кузов мы можем делать с помощью сварочного аппарата. Так, ну это все лирика. Это все лирика. Самое главное, вот, автомобиль Lotus, новая DLC, которая вышла вот буквально недавно. Огромное спасибо Борисычу за то, что он мне его подарил. Ну и, собственно говоря, этим автомобилем мы тоже с вами займемся, но, наверное, несколько позже. Так, здесь нужно с коробкой передач разобраться. Ну, я так думаю, что этим все и ограничится. Ладно, не суть. Не суть. Вот этот модовый автомобиль Triumph, я его беру сегодня на ремонт последний раз, потом я этот мод удалю. Почему? Потому что после того, как я его установил с воркшопа, в заказах перестали появляться другие моды. Вот просто нету и все. Либо дефолт, либо вот этот Triumph. То есть, он каким-то образом или перекрывает рандом для других модов, или что с ним происходит. Короче говоря, вот его мы сделаем. Здесь тоже делов хватает. Вот, кузовных работ здесь нету, но поковыряться есть где. Вот, и я его уберу. Я его уберу. Проверим таким образом, будут ли появляться другие модификации. Ну, а пока что, пока что давайте займемся вот этими тремя автомобилями. Вон тот болт и два джипа. По ходовке и по двигателю я, в принципе, здесь уже все сделал на них. Почему? Потому что таких видео уже было довольно-таки много. И я думаю, вам надоело уже смотреть, как я ковыряюсь в подвеске, как я ковыряюсь в движках. Короче говоря, здесь вот уже все отремонтировано. Остались только кузовные детали и покраска, собственно. Приступим. Приступим. Давайте смотреть. Здесь я отремонтировал коробку. Так, нужно снять капот, багажник, крылья. Для начала, для начала капот, одно крыло, второе крыло, багажник, да? Есть контакт. Дальше. Правая задняя дверка. По порядочку пойдем. Есть. Дальше. Так, правый, задний свет багажника. Но он снялся вместе с багажником. Переднее стекло. Левое боковое зеркало. Заднее левое боковое стекло. Заднее левое боковое стекло. Левое зеркало, я так понимаю. Переднее стекло. И что, все? Так, вроде как все. Вроде как все. Делать мы их, ремонтировать пока что, к сожалению, не можем. Поэтому будем покупать. Будем покупать. Так. Jeep Grand Cherokee. Поехали в магазин. С кузовами. Так. Jeep. Grand. Я думаю, этого будет достаточно. Так. И поехали. Багажник. Здесь же улучшенных деталей никаких нет. Тюнинг губан. Чтобы я опять в просаг не попал. Так. Багажник нам нужен. 450. Дальше. Заднее левое боковое стекло. Да. Задний бампер не надо. Капот надо. Далее. Далее. Левое боковое зеркало надо. Да. Так. Свет багажника, по-моему, правый нам нужен. Да. Переднее левое крыло. Берем. Так. Переднее правое крыло. Берем. Переднее стекло. Берем. Бампер не надо. Правая задняя дверка, по-моему, нам нужна была. Крыло. Дальше. Правый задний свет багажника. Насколько мне память не изменяет. Так. И давайте теперь все ставить. Так. Режим монтажа. Поехали. Крыло. Капот. Переднее стекло. Левое боковое зеркало. Заднее левое боковое стекло. Багажник. Багажник. Так. Так. А стекло багажника? Сейчас он не надо нам менять? Ха. Стекло багажника не надо, как ни странно. Ладно. Ставим, какое есть уставшее. Так. Левый свет багажника. Номер. Блин, какой из них? Сейчас посмотрим. Я уже поставил что-то стекло? Похоже, да. Похоже, да. Такой номер, да? Этот, что ли? Да. Так. Что у нас еще осталось? Крыло. Ставим. Так. Ну и смотрим. Смотрим. Все. По кузову у нас все в порядке. По кузову все в порядке. Отправляем. Малярный цех, наверное, да? Нет? Так. Или же... Или же сначала здесь тоже по кузову давайте пробежимся. Так. Покрасливым цветом отремонтировать кузов. Передний бампер. Поехали. Так, дальше. Правая передняя фара. Левая задняя фара. Правая передняя фара. Левая задняя фара. Так, дальше. Переднее стекло. Стекло багажника. Все, погнали. Магазин. Как он называется у нас? Jeep Willis Military. Так. Jeep. Вот так вот сделаем. Так. Military нам нужен. Civilian не надо. Military. Переднее стекло. Берем. Дальше. Military. Правая передняя фара. Дальше. Military. Левая задняя фара. Дальше. Передний бампер. Так. Ну и больше я не помню. Там стекла еще, по-моему, да? Давайте пока поставим то, что есть. Передняя фара. Бампер. Сразу номер. Номер. Вот этот номер. Не знаю. Тот номер, не тот. Да. Так. Нужно лишние номера, кстати, скинуть. Блин, а то они... А то они... Кузов. В заблуждение вводят. Так. А что их тут нету, что ли? А. Интересно. Диски, группы. Нету здесь номеров. Так, ладно. Ладно. Дальше. Что у нас? Задняя фара, да? Так, ставим стекло багажника. Я еще не купил. Так. Милитари стекло багажника. Взять. Так. Переднее стекло. Поставить. Смотрим. Все. Вроде все сделали. Отлично. Так. Теперь здесь. Теперь здесь. Отремонтировать детали кузова. Левая передняя дверка. Правая передняя дверка. Капот. Снимаем. Снимаем. И снимаем. Есть. Дальше. Переднее левое крыло. Левая передняя фара. Левая передняя фара. Переднее левое крыло. Правая задняя фара. Правое боковое зеркало. Так. Ну боковое зеркало уже автоматом у нас спрыгнуло. Правая задняя фара. Почему-то парно не меняется. Ну ладно. Так. У нас называется болт рептилия S. Болт рептилия. Так. R2. Это не то немножко. Пожалуйста, болт рептилия. А где S? А. Интересно. Интересно. Так. Ну-ка еще раз. Болт рептилия S. А там нет такого. Там либо R2. Может просто от болт рептилии нужно запчасти. Давайте проверим. Так. Болт рептилия. Правая задняя фара. 90 баксов. Не так дорого. Сейчас мы проверим. Установится ли она. Левое крыло. Да, смотрите. Без проблем. Хорошо. Тогда поехали. Тогда поехали. Левое крыло. Левое крыло. Левое крыло. Капот. Обе двери. Передняя фара. Левое крыло. Передняя фара. Так. Это уже R2. Че, фары одинаковые, что ли? Так. Рептилия R2. А нет. Вот она. Не одинаковая. Разная. Так. Это есть. Дверку ставим. Так. Какое там зеркало нужно было? С какой стороны? Правое боковое зеркало. Значит, левое мы ставим, какое есть, да? Ржавое. А вот это нужно будет купить. Правое боковое зеркало. Имеется. Так. Вроде все. По кузову. Простите. По кузову. Вроде как все. Так. Ну и идем с этого ставить, говорю. Красить все это хозяйство. Так. Есть. Есть. Покрась любым цветом. А здесь написано фабричный цвет. Сейчас посмотрим. Переставьте автомобиль. Так. Где у нас лакировочная. Где у нас лакировочная, на самом деле. Называется это все. А не покрасочная, не малярный цех, а именно лакировочная. Ну, сейчас проверим. Лакировать автомобиль. Так. Как настроить фабричный цвет. А он отличается, смотрите, от этого, да? Стоимость покраски. Сколько? Тысячи. Давайте красить. Опа. Есть контакт. Смотрим. Да. Засчиталось нам покрасить фабричный цвет. Отлично. Переставляем. Переставляем на подъемник. Блин, смотрите, и закрыли меня здесь, а. Негодяй. Негодяй. Так. И что у нас получилось? Так, ну вот, кстати, смотрите, те детали, которые мы заменили, гляньте, они как блестят. А те, которые вот старенькие, они так и остались покоцанные. Ну, ржавчина, естественно, никуда не денется. Так, ну и по сути, по сути, можно попробовать испытать вот этот сварочный аппарат. Меня, конечно, не просили этого делать. И это нам обойдется в тысячу. Насколько я помню. Но у нас денег полляма, так что. Такую босягу сделаем. Хозяину этого джипа. Что не только заменили и покрасили, еще и ржавчину убрали. Давайте запомним, вот где она есть, эта самая ржавчина. И как все это дело будет после использовать оборудование. Хотите отремонтировать джип Cherokee 1000? Да, давайте. Оп. Все, смотрите, ржавчины нет, ржавчина исчезла. Осталось только на деталях, которые мы на 35 уровне с вами сможем ремонтировать. То есть, вот так вот это все работает. Лишнюю тысячу мы, правда, потратили. Но зато испытали. Зато испытали. Так, все, этот заказ, я думаю, можно отдавать. Собственно. Так, нам вон премию дали 2000. Не знаю уж, за кузов ли или за что еще. Но факт в том, что мы закончили с этим автомобилем. Так, давайте с этим смотреть. Так, кузов отремонтировали. Опять покрасить любым цветом. Но здесь написано фабричный. Вот почему бы не сделать одинаковые, да? Если любым покрашу, мне ведь не засчитают. Наверняка. Переставьте автомобиль в лакировочную. Переставили. Так, а тент вот этот вот... Ничего, что он? Сейчас его закатаем тоже в какой-нибудь цвет. Так. О, у него какой фабричный цвет. Отвратительный цвет. Мне вот этот зелененький больше нравился. Ну да ладно. Давайте красим. Фабричный. Так, фабричный. О. Так, может даже и переставлять не надо, а? Все. Да, смотрите, без проблем. И переставлять не надо. И переставлять не надо. Хорошо. Остался последний агрегат. Так, переставьте автомобиль в лакировочную. Здесь же тоже у нас один пункт только остался, да? Покрасить в фабричный цвет. Давайте делать. А здесь фабричный. О, какой. Вот здесь мы, кстати, тоже тип лака, тип покраски можем регулировать. Ну, это если не фабричный. Если сами цвет будут настраивать. В дальнейшем, наверное, попробуем поэкспериментировать всем этим хозяйством. Ну, пока что так. Пока что так. Ну, почти красавец. Здесь, естественно, детали, которые мы заменили, они блестят. Ну, на фоне такого красивого капота, дверей. Вот такие вот ржавые дворники у нас. Гнилые крылья. Так, короче, забирай. Забирай, дядька, свою машину. Не могу я на это спокойно смотреть. Мне хочется все это отремонтировать. Но нам за это никто босягу, как говорится, не сделает. Так, ну и что здесь? Давайте посмотрим. Плохие тормоза. Автомобиль шумит. Несмотря на то, что производит вращение, двигатель не ускоряется. Сложно поменять передачу. Давайте попробуем вот этот автомобиль загнать на этот стенд. Мне интересно, что же там испытывают. Динамометр. Служит для тестирования и улучшения результатов автомобиля. Давайте. Почему нет? Да. Начать торможение. Что это такое? Вот так это все работает, да? И что нам эти показатели дают? Это типа аэродинамической трубы, что ли? И... Повышение, повышение, измеренная мощность. Заводская мощность. Ага, типа он слабее, да? А, наверное, когда мы будем все это наворачивать дело или ремонтировать что-то, мы можем посмотреть прирост, да? Короче, не совсем мне понятно, что мы сейчас проделали. Вот я не автомеханик, к сожалению, поэтому не знаю, что мы сейчас протестировали. Наверное, все-таки тяговую силу, аэродинамику и т.д. и т.п. Я так думаю, это все-таки при тюнинге больше используется этот стенд. Ну да ладно. Ну да ладно. Так, что у нас тут? У нас тут, несмотря на то, что двигатель производит вращение, автомобиль не ускоряется. И проблемы с коробкой передач. Ну давайте ставить его на подъемник. Кстати, забыл сказать, за кадром еще немножечко кастомизацию гаража провел. Вот выкрашил все-таки в сине-фиолетовые тона. Мне они как-то более приятны. Не стал ни красные, ни зеленые, ни кирпичные ободранные стены ставить. Вот. Не знаю. Так вот мне больше понравилось. Ну ладно. Это все лирика. Это все лирика. Давайте с лотусом разбираться. Так, здесь у нас радиатор, мотор у этого автомобиля сзади находится. Вот он. Вот такой вот двигатель. Здесь коробка. Вижу. Вижу, что проблемы с коробкой. Блин, ну сам автомобиль, конечно, в состоянии в таком, что оставляет желать лучшего. Так, снимаем стартер. По-любому. По-любому нам подлазит к коробке. Так, поехали. Ага, поехали. Колеса снимать. Колеса придется снимать. Так. Дальше гранаты. Здесь мы немножечко повозимся. Все-таки это новый тип автомобилей. Таких у меня еще не было пока что. Gearbox i4d. Нифига себе. Смотрите, какая коробка интересная. Сразу с раздаткой, да? Коробка и дифференциал в одном, да? Получается. Его даже еще не перевели на русский. Снимаем. Снимаем все это дело. Ну и здесь все по стандартной схеме. Выжимной. Корзина. Феридо. Маховик, да? Так, есть такое дело. Все, мы все детали нашли. Давайте собирать теперь. Это у нас ничего не ремонтируется, поэтому я вот закупил впрок сразу же. Несколько комплектов, связанных именно с коробкой передач, чтобы уже по магазину не бегать. Так, Gearbox i4d. Давайте смотреть. Нам нужен обычный магазин. Коробка передач. Вот он. i4e, i4d. Вот такой. За 650. Ставим. Так. Ну и сразу же. Картер заднего моста. Я его гранатой называю. Ну, по сути, граната, правильно? Так. Есть такое дело. Ставим. Отлично. Вроде все. Вроде все. Осталось только воткнуть на место стартер. И, в принципе, можно отдавать. Отдавать. Единственное, я, наверное, еще хочу на нем все-таки проехаться. По скоростному, наверное, по какому-нибудь треку, да? Так. Сборка. Стартер. Посмотреть, испытать все это дело. Давайте, наверное, прокатимся. Еще раз проверю. Так. Все готово. И мы с вами где-нибудь сейчас погоняем. Заброшенный аэропорт. Здесь мы были, не были. Я что-то не помню. Спид трек. Вот давайте вот здесь. У тебя нет DLC необходимого для действия. Ага. Это, наверное, к плимуту. Наверное, к плимуту относится. У меня плимута нету еще DLC. Так. Ну, тогда на заброшенный аэропорт. На лотусе. Долго. Довольно-таки загружалось все это дело. Так. О-о-о, брат. Че-то ты тугой. Просто до ужаса. Да. Туговатый. Ну, старенький, наверное. Наверное, старенький, поэтому... Так себе, я бы сказал. Ну, с другой стороны, до сотни разгоняться на второй, это, наверное, чего-то стоит. Так, понятно. В принципе... Так, есть контакт. Ну, все. Давайте автомобиль этот отдавать его владельцу. В общем-то... В общем-то, мне понравилось. Все равно, несмотря на то, что он не ехал нифига. Сама машинка симпатичная. И то, что вот детали немножко другие, расположение немножко другое, это, конечно, разнообразит игровой процесс. Вот такие дела. Ну, что ж, друзья, на сегодня, наверное, будем заканчивать. Вот этим агрегатом уже займемся в следующей части. Здесь довольно-таки много возни. Вот, сделаем его. Ну, посмотрим, если управимся быстро, то еще что-нибудь возьмем, допустим. И потом я этот мод буду удалять. Ввиду того, что из-за него... Как я подозреваю, опять-таки, что из-за него другие моды пока что недоступны. Вот, а на сегодня все, друзья. Если вам видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. И увидимся в следующей части. Всем удачи и всем всего. Субтитры сделал DimaTorzok